Сегодня, 23 октября, в администрации Кашхабльского района состоялось заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, которое прошло в режиме видеоконференции. Вел заседание глава районной администрации Заур Хамирзов. На повестку дня было вынесено много важных и значимых вопросов, касающихся обеспечения безопасности на наших дорогах. С анализом аварийной обстановки и обеспечения безопасности дорожного движения в районе выступил Азамат Курашинов, начальник ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский. Азамат Курашинов, начальник ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД России Кашхабльского района. В частности, Азамат Курашенова отметил, что серьезный акцент в работе отделения ГИБДД делается на пропаганду безопасности дорожного движения. И здесь пропагандисты стараются охватить как можно большее количество аудиторий и привлечь к разъяснительной работе молодежь и общественность. О проводимой работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях рассказала начальник управления образования Асяд Берзегова. В рамках реализации муниципальной комплексной программы обеспечения безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кашхабовский район, а также в целях повышения эффективности работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, уровня защищенности несовершеннолетних участников дорожного движения, правового сознания, предупреждения опасного поведения участников дорожного движения, в образовательных учреждениях района проводится определенная работа. Кроме того, проведено обновление уголков безопасности дорожного движения на 2020-2021 учреждениях во всех образовательных учреждениях. На данном этапе проводится подписка на 2020 год всеми образовательными учреждениями на газету «Добрая дорога детства» на сумму 20 тысяч рублей в рамках программы. Для всех обучающихся начальников классово-образовательных учреждений района в прошлом году были закуплены светоотражающие жилеты для 1550 детей начальных классов на сумму 139 800. На новый учебный год докуплены 421 жилетов на сумму 85 тысяч рублей. В рамках программы возле образовательных учреждений ДОУ-5 АОЛ-АГЛИЧИПСИН и СОЖ-9 Силоводного в рамках программы тоже установлены пешеходные переходы в соответствии с требованиями ГОСТ. На следующий год планируется установление пешеходных переходов возле основной образовательной школы номер 13 Хармазина-Гидруидска. Заказаны баннеры по безопасности дорожного движения. Во всех образовательных учреждениях разработаны и утверждены паспорта дорожной безопасности. На школьных сайтах, в социальных сетях ведется активная информационно-пропагандистская работа. Все образовательные учреждения района приняли активное участие, были не раз отмечены в республиканской акции «Нашу жилет 0.1», проводимой Министерством образования и науки Республики Адыгея, где было выставлено 57 хэштегов под каждым несколько фотографий, видеороликов с обучающимся школ района и дошкольных учреждений, сета отражающих жилетов. Ежегодно учащиеся образовательные учреждения принимают участие в муниципальном республиканском этапах конкурса «Безопасное колесо». Победители конкурсов получают диплом, грамотно, ценные подарки. На эти цели в 2020 году была освоена сумма в размере 12,5 тысяч рублей. Естественно, и роль родителей в профилактике дорожно-транспортного травматизма неоценима. Нельзя игнорировать изучение и соблюдение правил дорожного движения детьми, которые могут спасти жизнь ребенку на дороге. С родителями также проводятся систематические беседы о запрещении детям изданных велосипедов по проезжей части дорог до достижения им возраста 14 лет с разъяснением требований законодательства о возможных уголовно-правых последствиях в случае использования родительских обязанностей, неисполнения родительских обязанностей. О необходимости использования детьми светоотражающих жилетов в темное и светлое время суток. В проведении всех мероприятий активное участие принимают инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД и общественная организация, а также вопросы безопасности дорожного движения широкоотражаются в средствах массовой информации и социальной рекламы. Хочется верить, что проводимая образовательными учреждениями профилактическая работа по подготовке школьников к самостоятельному безопасному участию в дорожном движении, воспитанию правопослушного участника транспортной среды, приведет непосредственно к снижению уровня дорожно-транспортного травматизма с участием детей, а также позднее или неосторожности детей. Особое внимание на заседании было уделено вопросам подготовки уличной дорожной сети к зимнему содержанию. Данную тему осветил генеральный директор Кашхабльский ДРСУ Махмуд Хатков. На сегодняшний день содержание цельных дорог общего пользы является основным видом деятельности Кашхабльский ДРСУ. Перед повышением транспортно-эксплуатационного состояния автодорога в 2020 году, вам и следующий вид объема работы. Это содержание действующей сети автодорогу следующим направлением. Ямочная ремонта социальных и черного гравитных покрытий, применение метро-эксплуатационных смесей, на площади 3108 квадратных метров. Уже тогда автодороги, поддерживающие мощного ремонта, с большим процентом разрушения от покрытия, были выполнены в равном числе и горячей эксплуатационной смеси. Именно на автодороге на Коке-1, в Северном Чувствии, Горячая, 642 квадратных метров. В равном числе 100 метров автодороги Игнатьевский-Донбургская. Также подъезд в городе Ха am 200 метров. Зостор arkadaşlar из Куклы и Ирхая 20 метров. Также лунная рука 234 квадратных метров. Из terraces поселок констановки, уровень числа 356 квадратных метров. Северный в обратной работе по вопросу взыскания штрафа в области безопасности дорожного движения, в том числе за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, за текущий год доложил начальник Кашхабльского отдела судебных приставов Заор Ханахок. На принудительном исполнении в Кашхабльском районном отделении судебных приставов УФССР по Республике Адге находилось 6 818 исполненных производств обзыскания административного штрафа в области дорожного движения на сумму 9 526 000 рублей. В аналогичном периоде прошлого года было 8 266 исполненных производств на сумму 11 499 000 рублей, о чем я и говорил, идет динамика по снижению в этом году. В том числе в постановлении судебных органов, так называемых пиано-штрафов, 121 исполненных производств на сумму 3 630 000 рублей, в прошлом году было 151 исполненных производств на сумму 4 530 000 рублей. Постановление органов ГИБДД 6697 на сумму 5 896 000 рублей, в аналогичном периоде прошлого года 8 115 исполненных производств на сумму 6 969 000 рублей. За 10 месяцев 2020 года возбуждено 3663 исполненных производств на сумму 4 878 000, в аналогичном периоде прошлого года возбуждено 5 103 исполненных производств на 6 миллионов. В том числе и постановление судебных органов 55 исполненных производств на сумму 1 650 000, в прошлом году 67 исполненных производств на сумму 2 010 000 рублей, в постановлении органов ГИБДД 3608 исполненных производств, В ППГ 5336 исполнительных производств. В результате принятых мер окончено и прекращено 3887 исполнительных производств на сумму 5 276 000 рублей, что составило 57% от общего количества исполнительных производств, находившихся на исполнении. То есть из всех категорий исполнительных производств у нас 57% больше половины составляет административный штаб ГИБДД. Были рассмотрены и другие актуальные вопросы. Заседание прошло в конструктивной деловой обстановке. По всем вопросам повестки дня принято решение, направленное на снижение аварийности и повышение безопасности дорожного движения в Кашхабльском районе.